Всем привет! Сегодня мы приехали в город, который называется Тропия. Он находится на юге Италии. Мы ехали 50 минут на поезде от Ламец и Терми. Мы сейчас покажем здесь такое красивое, очень живописное место, где песочек, голубой океан, море, камни. Мы прячемся от солнца, потому что мы приехали в самую жару. Мы забыли крема от загара. Еще мы пообедали в кафешке, которая называется Калипсо. И нас там пытались обмануть на 6 евро, и мы, короче, решили, что... Мы должны об этом сообщить. Да, мы об этом сообщить. Не ходите к ним, либо ходите, но будьте аккуратны. И еще мы хотели сказать, что мы сейчас пойдем к тому замку, который вон там вдалеке. Попробуем до него добраться. Холодно? Я не слышу тебя. Не жарко. Не жарко? А на улице очень жарко. 25 градусов. Вот мы подошли к этой скале. Сейчас пойдем посмотрим вон ту арку в океане. А потом попробуем забраться... Подняться уже наверху, да? Да, на вершину, на гору. Посмотреть на старые крепостные стены. Из такого песчаника или, как это назвать, известняка состоит побережье юга Италии. Собственно, Мальта. И Сицилия, скорее всего, состоит из такого же камня. Он постепенно вымывается, но... Это очень интересные штуки. Нам нужно быстро успеть здесь посмотреть все до того, как прилив затопит это все. Во время прилива, наверное, здесь будет все затоплено. Здесь океан вымыл такую гигантскую арку. Здесь дует ветер. И, видать, сюда, когда сильный прилив, сюда заливает вода и продолжает вымывать это все. А мы сейчас начинаем свой подъем на вершину этой горы. К церкви Сантуриано Санта Мария Дель Изола. В общем, мы продолжаем забираться на эту скалу. Отсюда открывается такой великолепный вид. Тут, наверное, видно... Что тут видно? Часть стены там видно. Да, часть стены, которая стопудово старый замок. А дальше там все новострой. Ну, очень круто. Да, и такая красивая... Голубая лагуна. Гуглая лагуна. Да. В общем, красиво на юге Италии. В общем, вход, наверное, в эту церковь стоит 2 евро. Не в саму церковь, а подъем сюда на историческое место 2 евро. Но так как сейчас не сезон, никого там нет у нас. Никто деньги не брал. Вход в церковь бесплатный. То есть, идем, смотрим на эту красоту из песчаника на вершине горы. За бесплатно. Очень классная картинка открывается. Сейчас нам предстоит совершить восхождение наверх этой горы, по этой лестнице. Вон туда вот, где люди живут. Вот мы поднялись наверх. Тут такая вот пешеходная улочка вроде как. Да, туристическая с открыточками. С ресторанами. Еще с сувениркой. В общем, да, можно здесь погулять. Тут такая интересная старая церковь. Святого Михаила. А вон так, сейчас мы туда пойдем в старый город. Который находится на холме и на скале. Ох, очень тепло. Мы нагрелись. Несколько раз пожалели, что сегодня мы в джинсах. Прогноз посмотрели, что будет 18, а здесь все 25, мне кажется. Ну, в общем-то, здесь более оживленный городочек, чем наши два, которые мы посещали в предыдущие два дня. Так что наслаждаемся настоящим, как сказать, отпускным... У меня голова не говорит. Отпускным временем. Наслаждаемся нашим отпускным временем. Конечно, подъезды в Италии не сравнятся с российскими подъездами. Вот эта вот дверь, вход, там кто-то запарковал свой мопед. Широкие, высокие лестницы, высокие потолки. Такие деревянные двери с металлическими стукалками. Вот такой песочек, знаешь, как на заставке айфона. Да. Смотри, люди поплынут. Отплывать. Остров и мелководни. Говори. Мы решили снять завершающие видео. Правильно? Да. Подвести некий итог. В нашей поездке по Южной Италии. На самом деле классно. В море всегда хорошо, в любой сезон. Даже если ты не купаешься в море, море это уже прекрасно само по себе. Потому что это красиво, потому что воздух свежий. И вообще. Мне понравилось на Юге Италии то, что здесь очень дешево. Конечно, здесь много мусора и такого как бы разгильдяйства, как в Германии прям. Что люди не хотят ничего делать такие вялые. Ну, как бы непонятно. Но в плане природа все компенсирует. Здесь такая красивая природа, такая красивая архитектура, что это все компенсируется тем, что, ну, вы видите, горы, море, пальмы, песок. Да. И начинаешь понимать тех людей, которые постоянно ездят в Италию на отдых. Ну, да. Наверняка здесь местечек вообще просто вышкрышь. И везде здесь картины висят. Везде такие высокие потолки, балкончики, цветочки. И морожные. Да. И вкусные. В общем, приезжайте на Юг Италии и подписывайтесь на наш канал.